Здравствуйте, уважаемые товарищи взрослые! Меня зовут Сергей Анатольевич Лебухи. Я на программе Емко обозрение всего Волгоградского. И на днях мы обозревали вот это событие в небе Волгограда. Вы только посмотрите, что творилось в небе Волгограда. Все думали, что это северное сияние. Или просто инопланетяне приехали посмотреть, что же творится, как мы выживаем в городе Волгограде. На самом деле, в общем, Минобороны решила успокоить жителей Волгограда и обубликовала, вот так сказать, объяснение. Дело в том, что причиной Волгоградского переполоха стал испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Ясно? Вот так. Сегодня боевым расчетом ракетных войск трагического назначения с полигона Капустин-Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь. Пояснили вы один в группе информационного обеспечения ракетных войск с стратегическим назначением Министерства Ворона. Витиеватые рисунки, которые видели жители Волгограда из разных его районов, оказались прямым следствием проведенного запуска. Все. Никакое не сияние. Никакие химические опыты не проводили. Никаких, понимаете, взрывов не было. Просто улетела ракета Тополь и оставила прекрасный, красивый след в истории волгоградских воспоминаний. Фотографы сделали все возможное, чтобы засорить своими фотографиями вот этого неба, чтобы засорить все социальные сети, чтобы об этом сказали все. В том числе и мы в программе Емко. Информационное агентство Волга Каспии опубликовало в подпольном цеху Волгограда нашли 40 тонн спирта. А вот и фото, которое доказывает эти слова. В хозпостройки Дзержинского района накрыли подпольный цех, где подделывали элитные, внимание, алкоголь. При обыске изъяли 10 тысяч бутылок суррогата, 40 тонн этилового спирта и поддельные акцизные марки и документацию на 340 тысяч рублей. Я сейчас вам просто промотаю очень быстро, чтобы вы вот увидели. Вот видите, производство, смотрите, видите. Вот так вот упаковывались бутылки. Вот так вот их разливали. И самое интересное, что в результате спецоперазии задержано 6 человек. Их обвиняют в изготовлении и сбытии поддельных акцизных марок. Четверо из них находятся под арестом, а владельцы подпольного хозяйства в 61-летний отец и его 34-летний сын. Они под подпиской о невыезде. Вот. Новый год ведь скоро. И ведь все хотят, знаете, они ведь не просто хотят себя развлечь и побаловать. вкусными салатами, необычными, ну, необычным столом. Но они еще, говорят, весь год, собственно, себя вот так вот, знаете, ходил, вот это облизывался. Возьму-ка элитный вот этот элитный алкоголь. Пить плохо. Но возьму, ну, это праздник. Ну, вот так, чтобы, оказывается, этот элитный алкоголь вот так вот разлили и вам продали. И, конечно, не весь, но полиция занимается, чтобы изъять весь вот этот суррогатный алкоголь из супермаркетов. Но помните, это я сейчас вам покажу во весь экран, что вы должны помнить. Водка безвредна, если ты ее не пьешь. Ясно? Типичный Волгоград три часа назад опубликовал фотографию поселок Водстрой в Тракторозаводском районе. Как вам? Слушайте, ну как? Ну хорошо. Давайте почитаем, что написали под этой фотографией пользователи группы Типичный Волгоград. Смотрите, София говорит, шикарно. Во всяком случае, это больше на елку похоже, чем шары на аллее, пишет Паша. А раньше и такое радовались, Евгений. И, наконец, вот смотрите, полтора миллиона рублей освоили. Ну, это шутка. Потому что, как вы понимаете, вот это, это всего лишь навсего, ну, елка за обычную цену. И шарики принесли из дома. Никакие там, там не пахнет эти полутора миллионами. А почему нет? Мило. Ее просто, наверное, уже разобрали. Новый год. К нам приходят елки, только-только начинают появляться в наших домах. Мы их начинаем украшать. И вот вам, в общем, совет, как это нужно делать. Вот смотрите, очень мило. Прямо елка из детства. Мы продолжаем елочную тему. Ну, как, как, когда еще вам показать вот эти фотографии, которые делают автолюбители в своих дворах? Посмотрите, посмотрите, сколько автомобилей. Ведь вот это вот, каждая, вот это вот, вот это, каждая, так сказать, веточка, каждая иголочка, это автомобиль. Каждая, вот тут даже, смотрите, звезда есть сверху, здесь основание есть. Вот тут кто-то стоит, даже, видите, вот кто-то внутри стоит, что-то светит там, фотографирует, наверное. В общем, вот такая елочка. Но это не все. Фантазия еще идет дальше. Смотрите, вот вам такая елка. Вот, снята вообще ночью. Посмотрите. Ну, что-то сказать. Пускай лучше таких фотографий будет больше, чем вот таких. Василий Поляков в жести Волгограда опубликовал фотографию. Во, полюбуйтесь. Вот так, вот такая зима. Это, наверное, просто реклама не очень удачной зимы. Да, потому что, вы знаете, ведь если бы выпал снег, выпало бы много снега, это все бы так, знаете, вот льдом бы все так покрылось, и автомобили спокойно совершенно перемещались по нашему городу. А сейчас, понимаете, ничего не замерзает. Вы понимаете, так сказать, вот грязюка одна. И все вот публикуют, говорят, вот такая плохая зима. Нет, дороги хорошие. Дороги хорошие. Вот дороги, дороги мне очень нравятся. Вот если вот здесь вот на велосипеде горном проехать, вообще идеально, мне кажется. Вот. Пройти, пройти надо вот там, вот там. Надо это все обойти. Нет, здесь ходить не надо. Это просто красиво. Это Волгоград. Продолжаем программу емко-автомобильный фотографий. Так вот для чего эта штука. Многие ведь как в Волгограде, покупая автомобиль, вот этого, знаете, так называемый спойлер, который, оказывается вот для чего. Оказывается, чтобы елочку можно было купить где-нибудь в одном районе, примотать ее и привезти в другой район. А может быть даже из леса ее привезти. Может быть даже вот в местах, где не положено вырубать елочки. Вот кто-то приехал, взял, срубил и уехал. Ну, есть ведь такие люди. Но я с такими не знаком. Нет. Вообще тут в Волгограде такие не живут. В Волгограде живут честные люди. Мы в этом убедились уже много раз. Убеждаемся, что Волгограде только честные живут. И поэтому мы покупаем елки только на рынках. Жесть Волгограда заставляет немножко рассмеяться и так рассмеявшись ужаснуться. Да. Почему? Потому что вот от подписчика «Здравствуй» вышел сегодня утром к своему авто и под дворником. Конверт белый. Подумал, что реклама и открыл его только на работе. Вот что в нем было. У кого такие еще письма от Робин Гудов есть. Давайте поближе его сделаем это письмо и будем читать. Смотрите, уважаемые владелец данного автомобиля, просим вас внести единоразовое пожертвование в размере 500 рублей на наш Киви-кошелек. Да, мы не хотим и не будем писать вам угрозы и глупости о поцарапанной краске, пробитых шинах и колотых стеклах, взорванных петардах на крыше авто. Мы просто хотим, как и все нормальные люди, отметить Новый год семьей и подарками. Извините нас, мы не работаем на работе, а просто прожигаем жизнь, пока не исполнится 18 лет. Не учите и не воспитывайте нас, пожалуйста. Мы самая простая дворовая шпана, но в душе мы все романтики. Да пребудет с вами ваша щедрость к нам. Желаем счастливого Нового года и не гвоздя, не жезла на дорогах, как говорится. И знайте, как вы к людям, так и люди к вам. Мы люди настроения хорошие, плохие. Мы можем принять у вас любую работу. Рассмотрим все предложения, которые вы не найдете на Авито. Для связи есть Телеграм. Это все происходит, друзья, в Волгограде. Нет, это не Нью-Йорк, это не Запад. Это Волгоград. Интеллигентная, как они себя называют? Интеллигентная, простая дворовая шпана. Теперь они печатают объявления. У них даже есть Телеграм. И они не царапают вашу тачечку, любимую гвоздем. Они не пробивают шины. Они просто вас предупреждают, что если вы 500 рублей им не перечислите, то, собственно, пробьют. А, кстати, интересно. Вот смотрите. Давайте вот простая дворовая шпана. Вот смотрите, стоят три автомобиля. Один автомобиль, второй автомобиль и третий. Вы положили им все такие конверты. Вот этот автомобиль взял и перевел вам 500 рублей. А вот эти нет. Как быть? Откуда вы узнаете? То есть вам нужно еще, когда киви-кошелек вам перечисляет, вам еще нужно как-то сообщить, что вот эти номер моей машины такой-то, вы, пожалуйста, не трогайте. Вот. И больше мне таких письм не пишите. Как вы будете связываться с простая дворовая шпана с этими автолю... Ну, я уверен, что некоторые перечисляют. Некоторым не жалко 500 рублей, им жалко потом красить свой автомобиль. Так. Типичный Волгоград публикует фотографию на всякий случай. Посмотрите, по-моему, это ведь это... Ну, это ЖД, да? То есть это как бы... Этот транспорт двигается по рельсам. То есть у него не может быть шиповки. Но на всякий случай, знаете, чтобы ГИБДД не оштрафовало за неправильный, не по ГОСТу номер, они все-таки на всякий случай в такую шиповочку. Все, пожалуйста, не штрафуйте, мы по рельсам. Мы продолжаем ехать. По рельсам у нас шипованные колеса. Читаем с комментарием. Наверняка есть люди, которые это должны как-то обозначить в своих комментариях. За рулем США. What is it? Пишет Евгений русскими буквами английские фразы. Жанна улыбается. Это Россия. Тут самолет без знака США штрафуют в воздухе. Вот так вот. Да, это такая... На территории Волгограда самолет прилетает. Уже ГИБДД вот так вот снизу... Так, вызывай воздушную инспекцию. Летит самолет без буквы. Без буквы США. Продолжаем программу емко. Новость, заголовок которого нужно обвести вот так несколько раз. Поставить восклицательный знак и прочитать громко. Жильцы разваливающегося дома в центре Волгограда не пускают в квартиры рабочих с тросами. Этот дом находится по Невской 2. Вот, посмотрите. Да. Мы все с вами знаем, как выглядит вот там вот с той стороны. Он, в общем, весь в трещинах. Этот дом весь в трещинах. То есть, если вы проходите мимо, вы рискуете. Переходите лучше на другую сторону. И вот по той стороне идите себе спокойно облезть. Потому что здесь реально ходить опасно. И вот вы знаете, что... Вот, значит, уже третий день на внешних стенах дома номер 2 по улице Невской. Рабочие снимают облицовочную плитку. Там, где дом стянут по периметру металлические ленты. Уже сделал несколько поясов вокруг дома. И рабочие начинают устанавливать крепление ленты тросов. В трех квартирах второго подъезда работы уже закончены. И полностью стянут дом. Подрядчики собираются до конца января. Вот мы видим фотографии. И, кстати говоря, да, на самом деле, это отважные, смелые люди, которые помогают не развалиться дом. Но уложиться в срок рабочим не позволяют жильцы из первого и третьего подъездов. Представители администрации Волгограда безуспешно убеждают людей, что высота от пола до потолка в местах протяжки уменьшится всего на 10 сантиметров. А тросы красиво закроют коробами из гипсокартона. Но владельцы квартир не верят, что дыры в капитальных стенах только украсть их интерьеры, а протянутые под потолком тросы будут почти незаметны. Ну не верят. Не верят граждане Волгограда. Ну не верят. Да, вот, кстати говоря, мы видим, как дом пошел трещинами. Вот мы, кстати, видим здесь, здесь, вот здесь, посмотрите, как все это. Я понимаю людей, которые живут в Волгограде. Да, доверять здесь никто уже, все разучились доверять. Все живут только надеясь на себя. Поэтому, когда кто-то вам в дверь пинь-пинь, пустите нас, мы немножко уменьшим потолок, мы сняли все разами, и все будет красиво. Не верим. Не верим. Нас опять обманут. Нас опять обманут. И правильно делают, что не верят. Потому что мошенников сейчас столько. А чемпионат мира будет еще больше. И они поедут из других регионов сюда. И столько звонков в дверь будет. Ой-ой-ой. Новости Волгограда публикуют следующую заметку под рубрикой, которую я называю «Ничего святого». Под Волгоградом бессердечные воры оставили детей без новогодних подарков. Накануне в полицию обратился директор одной из организаций Фроловского района, который сообщил о взломе замков в его офисе. Взломали замки и вынесли подарки детям, которые были приготовлены. Я не знаю, какое количество, да хоть три подарка. Слушайте, ну, уже, знаете, уже совесть у некоторых людей где-то уже параллельно живет. То есть даже не просто с ним, как-то так она засыпает. Она просто где-то рядом. Дети без новогодних подарков. Мы продолжаем программу «Чухонка». Есть такая группа «Хвастайся, Волгоград». И вот сегодня в 9.15 хвастаюсь новогодним мясом. Посмотрите. Ммм. Хочется именно так прокомментировать эту фотографию. Ммм. Все уже предполагают, да что с этим будет куском мяса. Ммм. Он будет на новогоднем столе. А вот здесь просто без слов. Смешная история Волгограда публиковал аж 19 февраля. То есть прошел год, а мы сейчас эту фотографию вам показываем. Кстати, без слов. Просто, ну, почему нет? Посмотрите, вот сюда нужно обратить внимание. Тележка каким-то образом оказалась там. Наверняка проходили скандинавские игры по забросу тележки в высоту. Как многие из вас знают, каждый будний день мы проводим розыгрыш кинобилетов. И так это будет до пятницы. Сейчас среда. И вот вы знаете, вот здесь нет пока фамилии и имени человека, который заберет себе вот этот пригласительный на два лица и пойдет бесплатно в Море Синема до конца 2017 года. Вот такой вот подарок. И, кстати говоря, сейчас, посмотрите, сейчас каждым днем все больше и больше людей прибавляется в этих репостах. 76 человек у нас уже сделали репост и будут претендовать на то, чтобы забрать эти билеты. Итак, мы берем, копируем ссылку и вставляем ее в специальную ячейку программы Random App, которая случайным образом определит одного победителя, который получит билеты в кино. О, две, давайте напишу штучки. О, две штучки. Две штучки нужно было составить в группе, это, естественно, условие, которое, ну, все знают, да? Вы заходите в группу, подписывайтесь на группу, вы станете подписчиками группы и после этого делаете репост этой записи себе на стену. Все это было описано в заметке, которую мы оставили на своей, на своей ленте телеканала Волгоград-1. И теперь определяем победителя. И я уже готов взять маркер для того, чтобы написать Алла Рябова. Алла Рябова. Смотрите. Алла Рябова. Медики плачут, когда читают, как я пишу. Алла Рябова, я обвожу вас сначала вот так. А теперь, ну, знаете, всем ведь интересно, кто пойдет в кино, кто стал победителем среды. А вот, посмотрите, посмотрите, Алла Рябова. Просто оставимся, просто остановимся на этой фотографии. Просто, просто потрясающе. Фотография просто как российский флаг. Вот знаете, есть и белая, вот, ну, вот в этой стороне, да? Есть и синяя, и красная. Алла, мы вас поздравляем. Этот билет ждет вас. Помните, что срок, срок годности у этого билета есть. Он действительно до 31 декабря. Поэтому у вас осталось совсем мало времени, чтобы забрать этот билет и сходить в кино. Сделать себе подарок на любое, на любой фильм. Ну и после всех поздравлений нужно отправиться в группу телеканала Волгоград 1 и увидеть там вот этот пост. Посмотрите, четверг и завтра тоже играем. То есть мы сыграем и в четверг, и в пятницу, и разыграем кинобилеты. И посмотрите, уже семь человек. Семь человек уже претендуют на звание самого счастливого победителя четверга, которые заберут себе кинобилеты. Заканчиваем мы программу емко, как всегда, какой-то интересной мыслью, интересной фразой, фотографией. И на сегодня это будет подслушано Волгоград. И пишет девушка, я одна думаю, что лучшим ответом мировым спортивным чиновникам на запрет использовать национальную символику Российской Федерации нужно надеть форму символикой СССР, красного цвета, серпом и молотом. Они же там все подразумеваются на Западе, в осадок выпаду. Ее-то не запретили. Отличный совет. Отличный совет. И так нужно и сделать, не выступать под нейтральным флагом. В конце концов, мы все родом из СССР. Это была программа емко, меня зовут Сергей Анатольевич Рябухин, я тоже родился в СССР. Хотя в паспорте написано, что я родился в России. Небольшой обман у меня есть в паспорте, да. Я родился в СССР. Увидимся завтра. Может быть. СССР. СССР.